Здравствуйте, дорогие ребята! Приветствую вас на уроке математики. Как вы думаете, что самое ценное на Земле? Вот какой ответ дал известный учёный Аль-Беруни. Знание – самое превосходное из владений. Все стремятся к нему. Само же оно не приходит. Пусть эти слова станут девизом нашего урока. Вначале сделаем небольшую устную разминку. Вычисли значения данных выражений. Теперь проверь себя. Сумма минус 12 и минус 6 равна минус 18. Сумма минус 42 и 22 равна минус 20. Разность 36 и минус 14 равна 50. Вычисли значения выражений удобным способом. Применяя сочетательное свойство сложения, находим сумму 260 и 40. И затем прибавим число 3. Получим в результате 303. Аналогичные действия выполняем в следующем выражении. И в результате получаем число 215. В следующем задании сравни левые и правые части выражений. Ответь на вопросы. Что изменилось? Что осталось неизменным? Изменилось. В правой части отсутствуют скобки. А знаки действий остались неизменными. Тема сегодняшнего урока – раскрытие скобок. Цель – знать правила раскрытия скобок. Вопросы, которые мы рассмотрим на уроке. Что называют раскрытием скобок? Как раскрыть скобки? Первый вопрос. Что называют раскрытием скобок? Выражение со скобками, содержащее алгебраическую сумму, можно записать равным ему выражением без скобок. Такое преобразование выражения называется раскрытием скобок. Останови видео и запиши определение понятия раскрытия скобок. В вопросе «Как раскрыть скобки?» рассмотрим два случая. Случай 1. Если перед скобками стоит знак «плюс», то при раскрытии скобок знаки, слагаемых в скобках, сохраняются. В буквенном виде данное правило можно записать следующим образом. А также рассмотри применение случая 1. Случай 2. Если перед скобками стоит знак «минус», то при раскрытии скобок знаки, слагаемых внутри скобок, меняются на противоположные. В буквенном виде данное правило записываем следующим образом. И рассмотри пример. Останови видео и запиши оба правила раскрытия скобок. Теперь выполним задание для закрепления. Раскрой скобки. Обрати внимание на критерии оценивания и дескрипторы. Теперь проверь свое решение. В этом задании нужно упростить выражение. При упрощении вначале раскрой скобки, а затем упрости выражение. А теперь проверь результат своей работы. В третьем задании вычисли значение выражения. Проверь себя. Вначале следует раскрыть скобки, так как перед скобками знак «минус», внутри скобок все знаки меняем на противоположные. Затем приведем дробную часть смешанных чисел к общему знаменателю и полученное смешанное число сократим и запишем в виде десятичной дроби. А теперь предложу выполнить задание для формативного оценивания. Для этого останови видео, отсканируй QR-код на экране и, перейдя по ссылке, приступи к выполнению задания. После того, как ответишь на все вопросы, нажми кнопку «Отправить». В появившемся окне посмотри свой результат. Выбери смайлик, который соответствует уровню выполненной тобой работы. Ребята, вы сегодня очень хорошо поработали. Желаю вам успехов в дальнейшей учебе. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok